Имя не говорю, огромный, здоровый, симпатичный, драчуном был в юности, боксером, его потом выгнали за драку из театрального, а потом он коммерцией занимался, потом продал ларек, купил приход, потому что доход от прихода больше. И он симпатичный такой человек, достаточно, идет по улице, вот это могло быть только у нас, шел по Подмосковью недавно, двое наших идут, говорят, давай попу в морду дадим. Вот ни с того, ни с сего, на ровном месте, совершенно. Второй говорит, а энергии, потому что много, второй по трезвию был, говорит, а зачем? Тот говорит, а интересно, что он делать будет? Вот мозг пытливый у наших людей. Помнишь, как их Иисус учил? Их учил, нас не учил, нет, дадут по левой щеке, подставь правую, давай мы ему по левой, хлоп, так вот, да, подошли к нему, хлоп. Они же не знали, что он, ой, как соскучился по драке. Этот попяра, он только перекрестился, прости меня, Господи, и как отметили лобоих просто, за милую душу. Вообще, должен вам сказать, что раньше я говорил, я одного не понимаю, второго, третьего, была советская власть, я многого не понимал, это понятно. А вот сейчас я не понимаю, советской власти нет, я все равно ничего не понимаю, правда. Вот эта ситуация с чиновниками, почему они говорят, что они честные, если они не платят налоги со взяток? Что они привязались к Киркорову? Не заплатил Филипп налоги. Они разворовали в Чечне 300 триллионов. Это что, все эти деньги должна вернуть одна всероссийская зайка? Это она одна виновата в этом. Я вообще их плохо понимаю, наших чиновников, даже новых плохо понимаю, правда. Тут Примаков недавно сказал, я, кстати, что-то не понял. Он говорит, мы обязательно повернем экономику лицом к человеку. Вот, не понял, а раньше она чем стояла? Президента нашего не всегда понимал. Он Примакова, как только тут не называл три дня, и Сергей Иванович, и Иван Сергеевич. А я вот Примакова не понимаю, он что с ним соглашался, мол, да, да, он так уважает его, да, из уважения. Кстати, я президента нашего действительно с трудом понимаю. Вот соберет всех своих подчиненных и говорит им, пора бороться с преступностью. Знаете, лицо страшное, страшное, пугает преступников. Ой, они боятся его. И я не понимаю, зачем он преступников собирает, чтобы им это говорить. Я вообще этих выражений в последнее время не понимаю. Эшелоны власти. Боже мой, их сокращают, сокращают. А их эшелоны на нас пошли уже. А почему у нас дом правительства называется белым домом? Вот как это понять можно? Ну, в Вашингтоне, да, белый дом. Я понимаю. Я был в Вашингтоне. Кремля нет. У нас по всем городам белые дома теперь стоят. По деревням белые дома теперь стоят. Да. Коровник перекрасит белый цвет. Это наш белый дом. Гордо так. Я не понимаю, что другой краски в России нет. Желтый, например. Очень подошло бы нашей администрации. А то непонятно, как белый дом, журналисты, сокращенно в газетах, белый дом называют БД. Не понимаю, на что намекают. Тогда в сегодняшней ситуации желтый дом правильно будет сокращенно называть. Я вообще не понимаю это увлечение в России иностранными словами. Шоп, фуд, ход, дог, перловка, трейдинг. Навоз, сервис. Вы смеетесь, а у Вас на московском вокзале. Ларек. Над лареком, знаете, что написано? Английскими буквами. Английскими. Знаете, что написано? Суперсосиски. Вы можете мне объяснить, это для кого? Бедные старики не знают, где что купить теперь. Стоит старушка посреди Москвы, читает шоп, шоп, шоп. Говорит, да шоп вы сдохли. Почему в России надо писать на английском? Я был во многих странах. Нигде нет надписей на русском. На Кубе, да, видел лет 15 назад в аптеке на русском объявлении. Спирта нет. И я не понимаю, почему нас все называют Евразия. Евразия это когда больше Европы, чем Азия. А у нас больше Азии, чем Европы. Поэтому мы не Евразия. Нет, мы Азиопа. И главное, непонятно, к кому обращаться, чтобы все это понять. К президенту нашему, он нас опять пугать будет. Уже его кукла больше на него похожа. К прокурору нашему обращаться. Прокурор просто как... Вот прокурор это явление. Это просто мягкая мультяшечная игрушка. Причем я не понимаю. Он нам жалуется. Он нам жалуется. Что преступники не оставляют ему улик. Ну какие негодяи. Я не понимаю. Двое несли коробку с 500 тысячами долларов. В Белом доме. Двое несли. Их взяли. С коробкой. Нет улик. Нет и все. Заглянули. Ой, сколько улик нет. О-о-о. А те двое говорят. Не наша коробка. Дали поносить. Какой-то дядька незнакомый подошел. Говорит. Не хотите поносить по Белому дому коробку с 500 тысячами долларов. И главное. Пока всей прокуратурой заглядывали в коробку. Ни одной улики не осталось. Да бог с ней с коробкой. Преступника взяли в Москве. Насильника. Трое видели. Он насильник. Трое следетели. Дошло до суда. Нет улик. На месте изнасилования орудие преступления не обнаружено. И я не понимаю, как при этом наши руководители наверху друг друга называют господа. Это как в одном подъезде в московском объявлении висело. Господа, перестаньте мочиться в подъезде. Кстати, и с кризисом. Вот тоже я не понимаю. Скажите, вечером взяли кредит. Утром кризис. Они что, за одну ночь украли 5 миллиардов? Видимо, это единственное, что я понял. Потому что даже диктор по телевидению сказал на следующий день, всю ночь в Белом доме горел свет. Я не знаю другой... Я не знаю другой такой страны, как Россия, где так любят лечиться. Причем непременно нетрадиционными методами. Вот смотришь журналы, газеты, ощущение, что вся страна по экстрасенсам, колдунам, гипнотизерам, ворожеям, те им что-то привораживают, что-то отвораживают. Фантомы вытягивают, хвосты обрубают, ауру штопают, карму укорачивают, нечистый дух изгоняют ритуально-очистительными половыми актами. И чем наших теперь только не лечат? Иглоукалыванием, пчелопокусыванием, мухозасиживанием. Чего только наши теперь не делают после посещений. Конский хвост от сглаза на лбу носят. Прямо на работу, чтобы сотрудники не сглазили. Натирают себя с утра настойкой, записывайте, на пуповинах неродившихся эмбрионов, записывайте, енотов-полоскунов. Некоторые от кошмаров на ночь заземляются, ноги к отоплению проволокой прикручивают, чтобы кошмары в отопление ушли. Для надежности к ушам утюги подвешивают, и не просто утюги, нет, заземляются таким образом. А политы настоем, записывайте, на надпочечниках беременной зеленой макаки, которая забеременела от рыжего утконоса в период, когда Венера стояла задом к Юпитеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова